привет дорогие друзья вы на канале хайдей с маринкой малинка я спешу поделиться с вами новостями сегодня 1 декабря двадцатого года первый день зимы но у нас в польше это еще осень у нас зима начнется только через две недели по календарю но снег уже лежит ну ладно суть не в этом начался снова сезон фармпасс разработчики и и доработали и хочу сказать что они меня как огорчили так и порадовали но сначала о радостях оправдались мои ожидания в том что все таки можно теперь самим одевать или снимать одежду с животных так как я уже говорила в своих видео я не люблю когда животные во что-то одеты тем более в хэллоуинские страшнючие украшения и наконец мы можем теперь сами решать во что будут одеты животные будут ли они вообще одеты и вот можно теперь любое животное которое находится в загоне одеть или раздеть до выбрав одежду да и мы просто нажимаем на пустую вешалку выбираем животных и нажимаем кнопочку подтвердить и вот у нас все животные теперь в загонах без одежды это меня порадовало кстати хочу посмотреть можно это сделать с пчелами и с белочками нет вот к сожалению пчелы и белочки остаются в одежде у нас ну ладно хотя бы в загонах мы можем сделать хоть что-то это то что меня порадовало теперь то что меня огорчило ну да дорожка стала длиннее чем в пробной версии очков нужно зарабатывать больше и дольше это все ничего в принципе это новое приложение похоже и на скачки и на солнечную долину то есть нужно выполнять ежедневные задания и получать за это призы но опасения мои худшие подтвердились в том что верхнюю часть дорожки нужно покупать за реальные деньги так как я живу в польше то мне предлагают купить одну привилегию какую-либо а которая есть на этой дорожке за 24 злотых но прикинуть это у нас минимальная заработная плата за час это 13 злотых то есть нужно человеку проработать два часа чтобы купить вот какую-то одну эту привилегию каждая из них я так поняла что стоит 24 злотых ну кого такие деньжище найдутся я не готова тратить на это деньги было бы лучше если бы это было бы все-таки валюта хайдей алмазы или ваучеры или или монетки да или хотя бы меньше это все стоило но я считаю что это неправильно что могли бы сделать хотя бы сумму поменьше чтобы могли больше людей позволить себе купить эти привилегии хотя в принципе и на нижней части дорожки тоже хорошие призы и их вполне реально можно достигнуть и я не такой заядлый игрок чтобы тратить реальные деньги на то чтобы купить вот верхнюю часть дорожки что думаете по этому поводу вы делитесь в своих комментариях буду рада их почитать а и кстати еще у меня хорошая новость сегодня я зашла в игру и мне сообщили что мой станок по пошиву шляп то его шляпником еще называют наконец заработал три звезды а и чередуя новости все таки мне придется наверное закончить на не очень радостной новости то что сейчас идут скачки с кроликами загадочные и я их очень не люблю эти скачки сколько раз я себе говорила уже пропускать их попала я опять с этими загадочными скачками вот первое задание у меня получилось выпало легкая это шахта второе задание у меня выпало сделать и риски но у меня занята конфетница шоколадом и даже до конца скачек я не успею выполнить это задание поэтому я от него отказалась и третье задание их всего было три у меня на доске обычно больше задание под вопросом а тут вот три всего было но я знаю что они обновляются но решила взять подряд три задания его третье мне выпал бизнесмен 9 человек нужно было обслужить а в городе у меня их было два и наверно буду я тоже отказываться от этого задания и буду брать задание только по 360 очков не буду больше брать эти знаки вопросительные и уже сколько сделаю но однозначно эти скачки я продула но ничего страшного еще все впереди у грэга на ферме начинаются призы поэтому можно там получить утешительные призы но все всего вам хорошего интересной игры приятной игры и поделитесь в комментариях как вы относитесь к загадочным скачкам любите вы их или нервничаете так же как и я не болейте всего хорошего пока пока